Итак, мы возвращаемся. У нас третья игра наступает. Это Герой Пак. Забавно, что у нас оба финала не проходят в формате 2-0 и до свидания. Я очень рад, что так и происходит. У нас были турниры до этого. Мы, напомню, два года назад тоже делали турниры по Dota 2. И было у нас пару сезонов таких, ну, скажем, в одну калитку, финалы которых проходили со счетом 3-0 или 3-1. Поэтому, конечно, радует смотреть на то, что и один, и другой игрок собрались, и каждый отвоевал себе победу. Была разгромная первая игра от Apathy Blade. Видим, мстят за своих тиммейтов, видимо. Была также неплохая... неплохой закид в игре Rafa во второй. Ну и, собственно, третья игра на паках. Абсолютно другой герой. Посмотрим здесь, что сделает один и второй игроки. В прошлый раз я был удивлен этим героем. Вообще, идея сделать турнир именно на герой пак, она не принадлежит мне. Ее предложил один из знакомых мне людей. Вообще, идея очень удачная. То есть, паки, они действительно разнообразят противостояние. Один на один, к слову. Видите, различаются закупы. Стандартный такой SF-овский билд у Apathy Blade. И очень интересный билд у Rafa. На самом деле, у Rafa билд, ну, очень интересный. 62 плюс 4 атака, грейжный стик. Все-таки я больше склоняюсь к тому, что более стандартный закуп, такой SF-овского формата, он на паке более юзабелен. Хотя, хотя, на самом деле, Magic Wand, он очень много решает. То есть, здесь пак постоянно использует кучу спулов. Стики заряжаются. На стиках, как мы знаем, можно всякие размены и выигрывать. Ну что ж, начинается стопинг крипов. Очень плохо застопил Apathy Blade. Пропускает всех крипов. Крипы встретятся, скорее всего, у рампы Rafa. А Rafa хорошо застопил, в свою очередь. Ну что ж, и смотрим. Да, крипы прям под тавером почти встретились. Неприятно здесь будет Apathy Blade на первых этапах. Да, и первый крип достается Rafa. Ну и смотрим. Пошел размен. И один и второй начали уже размены свои. Ну и что, неужели всю пачку злоситит Rafa? Почти. Почти ему это удалось. Не хватило буквально чуть-чуть дэмэджа. Ну, три крипа. Три на ноль, против два на один. Примерно ровно идут игроки. Видим уже, крипы достаточно хорошо стоят от Apathy Blade. Оттянул он линию атакой на себя. Ну и, в принципе, чувствует себя и один и второй более-менее комфортно. Пошла Rafa, хороший Харас. В прошлый раз, в противостоянии, на прошлом финале, я говорил, что имеет смысл там максить Сайленс. Так и оказалось. Действительно, так и оказалось. Игроки потом это поняли. Начали максить Сайленс. Здесь, я так понимаю, будет арба в один. Или как этот был билд у Rafa. Арба в два и Сайленс в четыре. Без Dream Coil. Это, в принципе, была хорошая стратегия. Хороший скилл билд против оппонента на таком же герое. Ну и, собственно, смотрим. Rafa очень много получает тычек. Уклонится он, конечно, от этой. И выживет ли он? Он выживает. Да, он выживает. Очень много получал здесь от Apathy Blade. И вынужден отпиваться флаской. Здесь также Apathy Blade отпивается. Ну, более-менее равно. Хотя, конечно, Rafa мог там пострадать. Опять же, Rafa получает кучу тычек. Благо, на лоу-граунде находится Apathy Blade. Видимо, одна тычка была с миссом. И за счет чего Rafa получает не так много, как должен был. Ну и смотрим дальше. 9 на 1 против 8 на 3. Очень хорошо. На самом деле, вот эти четыре динаи, которые есть у Apathy Blade, они даже решают чуть-чуть больше, чем ластхиты на паках. Все-таки, экспириенс на паках, в отличие от SF, влияет, ну, вообще кардинальным образом. Потому что с руки паки бьют, ну, так себе. Хотя тычка, конечно, увесистая. Сбивает фласку Паку Рэддин. Не знаю, зачем Rafa так подставился. Мог бы еще чуть-чуть отхилиться, но решает сыграть чуть-чуть агрессивнее. Теряет немножко здоровья. Точнее, недополучает немножко здоровья, сколько должен был. Кстати говоря, на арбу попадает Apathy Blade. Он... не удалось ему шифтом уклониться от арбы. И, то есть, когда уже выходил из арбы, все равно из шифта, все равно получил от краешка арбы дэмэдж. Ой-ой-ой! Получает много дэмэджа здесь. И один, и второй игроки, я не знаю, вот этот вот Rafa на паке. Я помню, в прошлой игре вот этот арба была за Т2. Кто смотрел, тот знает. А кто участвовал, тем более. Rafa как-то бывает недооценивает. Точнее, наоборот, переоценивает своего героя. И получается потом странная штука. Ну что ж, очень прохорошенные и один, и другой пакки. Здесь фласка летит, не летит? Нет, пока не летит фласка. Зря. Зря Rafa это делает, ему прямо сейчас надо уже нести фласку. Решает сыграть без нее, и сейчас умрет же. Он может умреть. То есть, здесь, если отхилится Апати Блейд, то будет очень плохо. Хотя на стиках можно, конечно, развести. Да! Да, так и получается. На стиках... Ну вот-вот они, стики. Вот они, сработали стики. Видимо, то ли не прочекал Апати Блейд, то ли еще что. Видимо, подумал, что лоухитовый Rafa ему сделает. А на самом деле он просто нажал стики, пустил арбу и с одной арбы убил Апати Блейда. Причем вообще билд интересный от Rafa. В 2 shift, в 3 арба. Без сайленса. Здесь как раз-таки билд, он более стандартный, что ли. В 2 арба, в 2 shift. В 2 rift, прошу прощения. Ну и Rafa здесь на самом деле не получит много преимущества от этого First Blood, потому что за это время Апати Блейд на лоските здесь достаточно много гриппов. Ну и преимущество мы можем даже открыть на Twars. Но хотя, достаточно пока увесит. Ну да, от First Blood все-таки слишком много денег дают. Ну как минимум по XP он просядет не так сильно, да. Имеют по XP одинаковые показатели, мы видим. Так, прыгает очень нагло Rafa. Rafa может получить сайленс. Rafa получает сайленс. Ну тоже, да, получает много дэмэджа. Но опять же, размены сейчас в пользу Rafa. То есть, любой размен по HP он сейчас идет в пользу Rafa. Rafa, кстати говоря, нападает. Ждет, пока нажмет shift. Ну, тут вообще красиво сыграно. Решает даже не дожидаться shift'а. Просто нажимает арбу и убивает Апати Блейда. Поздравляем мы игрока команды Radiant, игрока Rafa, со второй победой на нашем турнире. Уже 2 раза подряд он выигрывает данное противостояние. Шмотки, опять же, будут выданы чуть-чуть позже. У нас шмотки находятся у второго организатора. Он подойдет буквально через, я думаю, часа 2, может полтора. И шмотки обязательно выдаст. Ну а со зрителями и со всеми остальными я прощаюсь. И, опять же, участвуйте в наших турнирах. Турниры один на один мы будем проводить, опять же, стабильно. То есть, регистрация на очередной сезон будет уже совсем скоро. Я думаю, завтра, послезавтра мы это дело анонсируем. Ну а пока могу лишь сказать, что подписывайтесь на нас, на мой канал, на группу ВКонтакте. Участвуйте, побеждайте. С вами был Игрэксплор. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok